Друзья, еще раз привет. Это опять земляш. Блин, еле с перекрестка выехала. Время 20 минут 12. Покатаемся до бассейна. Блин, солнце то выглянет чуть-чуть, то опять спрячется. Сейчас с подвала вышла. Смотрю, мама на улице сидит, по дворе. Начистила яблоки, виноград, чашку. Сидит, ест на улице. Сзади, видите, у меня резина летняя. Сейчас не буду на обратном пути. Поеду, искупаюсь. На обратном пути заеду на шиномонтажку, переобуюсь. И потом уже здесь в строительной заеду. Куплю эти саморезы по кипецкартону. Они остренькие. И резьба у них такая редкая и хорошо в дерево входит. Ой, что так холодно? А я печку выключу уже. Сделала, сделала эту клетку. А вот эти вот, видимо, наверное, специально именно обрешетку для товаров, для тяжелых каких-то товаров делают из березовых этих реек. Три индец другие. Но эту вторую клетку тоже нужно будет также из этих реек сделать, помучаться. А если я в сарае надумаю другие клетки делать, туда уже, конечно, буду рееки брать покупные. Потому что это не дело. Гвоздями они... Когда гвоздями сбиваешь, они растрескиваются. А саморез, не кажется, саморез обойдет. Ай! Торможу, и колеса двигаются. Звук неприятный. Вчера вечером спальню убрала, одеяло. Диван сложила, там, где с внучкой спали. А на сундуке так же ворох и лежит. Это уж когда приеду, наверное, сегодня обязательно нужно достать с сундука там шторы. Потом вот эти, которые на лето на рамы прикрепляю теневые, чтобы потом не лазить опять по сундуку. Это чтобы с сундука что-то достать, это нужно опять все одеяло скидывать. Поэтому надо сегодня достать все. Зал, тюль. Я на зиму тюльку убирала в зале. Сейчас надо вот достать. Сняла сегодня этот колесо с газонокосилки. Со штырем. Так протерла. Видите, такое оно. Здесь строительными я видела. Там колеса такие, ну, металлические. Сверху-то когда резина без, это не надувается, которая бескамерная, вот. Но там к нему железки прикреплены. Это, видимо, колеса вот как вот к тележкам прикрепляют. Я уже думаю, наверное, на обратном пути, наверное, померяю с этим колесом. Одно колесо куплю. Вначале сниму, скажу, снимите, посмотрю. Если по размеру подойдет, одно куплю. Приеду на газонокосилку, померяю. Надо чек не потерять. И в течение 14 дней можно вернуть товар. Если подойдет, хорошо. Значит, я поеду еще 3 штуки докуплю. Если не подойдет, верну. Если не подойдет, надо будет на следующей неделе на барахолку на Елян. Ой, друзья, на Елян не люблю я. Во-первых, там не любила, когда смена упадала на Елян. Китайская барахолка же это китайцы держат. Там все есть на Еляне. Все. Но, чтобы найти там до гребаной тучи нужно ходить. Без ног останешься. Там надо вот посмотреть. Мне в бассейне, когда плавала, там девушка, у одной девушки, у одной женщины видела очки. У меня плавательные очки вот такие маленькие, которые в глаз вбиваются. Неудобные. А там видела у одних, знаете, у одних вот такого размера. Вот такие. И вот здесь вот как я не смотрела, ну, издалека. Как вот мягкий пластик или как вот такой какой-то этот прилегает к телу. И удобный. А вот эти плаватели, они маленькие. Как пазл в глаз, в глазное вот это яблоко входит. Плавающие не видно. Во-первых, они потеют, но потеют, запотевают у всех. это же влажное же. И на Яляне, сказали, есть. На Яляне, там, где все для рыбалки. Все для рыбалки, там же рядом есть все для там, где бассейны продают. О, и надо глянуть, знаете что, на свой бассейн этот, как он называется, крышка, не крышка. Тогда, когда последний раз в бассейне плавала, там тренер, девушку учила, по-моему, рассказывала. Он, я сказала, вот, здесь химию добавляете, какую? Он говорит, альгицид. Я говорю, а дома можно? Он говорит, да, я добавляю альгицид. Я рассказывала, по-моему, да, по-моему, рассказывала, что бассейн здесь там наливают, а я, говорит, дома не наливаю воду. Я просто, когда этот бассейн устанавливаю, видимо, на тряпочку или на какую-то на тряпочку этим наливаю и как смазываю эти края. Края бассейна, дно бассейна, оно высохнет, потом заливаю воду, говорит. Но сколько, он сказал, хватает у него? На, на две недели, по-моему, сказал. Но это все лучше, друзья. Потому что я летом, когда заливала, раз в неделю меняла. Получалось, месяц, месяц, четыре раза меняла, но два-три дня нормально, а к концу недели уже дно немножко желтоватое. И когда бассейн захочешь в свой, дно скользкое. Этот тренер говорил, что, как я выливаю воду, у него там черная смородина растет, а нау-ма-нау. Вот. И он сказал, говорит, ну, это по ботанику, училище, биологии, ботанику. Вода, у тебя, вода цветет от солнечных лучей. А он, говорит, там покупал. Я не знаю, наверное, она тоже какая-то целлофана, черная крышка, и по углам шнурки затягиваешь. блин, а я же это не сейчас пойду. Надо размер запомнить свой, сфотографировать коробку. И он говорил, как на на фирме, когда покупаешь, я на фирме покупала, ботею. На фирме, когда покупаешь, там дороже. Ну, естественно, они же перепродают. Ой, кольцо свободное. Шик, блеск, красота. А на этом, а на еляне дешевле. На барахолке всегда дешевле у нас. Вот печку выключу, то ноги замерзнут, теперь жарко. Вот. Вот надо вот один день прям по еляне полазить. Там посмотрю, может быть, шланги прикуплю для огорода. О, кольцо проехало. Благодарь. А то такие дни ездишь, мучаешься, блин. Вот погода, да? С утра снег шел. Я вам снимала. Ну, еще сюда прикреплю, по-моему, там я снимала для видео своего. Снег шел, потом немножко дождик пошел, потом снег растаял, сейчас солнце, снега нигде нету. Я не знаю, у нас в Казахстане шутят, про девчонок говорят, готово у тебя настроение, как алматинская погода. Наверное, тоже не просто так. Ой, ой. В день несколько раз может поменяться погода. Так, бензин. Опа, зеленый. Бензин у меня почти полный бак. Уф, други. Сегодня я смотрела какого-то какого-то блогера. А, нет, бру. Шорт с коротким что-то на ютуб выдал. Там картинка такая страшная. Женщина такая прямо неполная, жирная. И там какие-то надеты на нем эти штучки всякие. Я открыла, думала посмотреть. А там оказывается одна обзорщица делает обзор на этот канал. А у этой, у этого блогера полторы тысячи что ли только подписчиков. Я зашла к ней на канал. Ну, там я не знаю, друзья, там даже там в описании не написано. Оно с Украины, по-моему. Нет, это совсем другая. Это женщина. Не написано, сколько ей лет. Но нижних зубов здесь нет. Здесь где-то по краям зубы торчат редкие. Вверху нет зубов, здесь нет зубов. Она там то танцует, то там мукбанг кушает. Этот. И одна из подписчиц ее постоянно какие-то пакости писала. А потом эта же блогерша написала ей, но она, видимо, обзоры делает. Она говорит, сделайте на мои на мои видео обзоры. И вот она собака. Собака делала обзоры. Ой, посмотрела, друзья. И оказывается белая, пушистая еще. Есть в топлине. Вот она. Я вот некоторые каналы тоже посмотрела. Люди что только не выкладывают в YouTube, что только не выкладывают. И танцуют. И на камеру кушают. Причем не то, что кушают, а жрут. Жрут. Начинают вот едят. Изо рта вот эти крошки летят. Разговаривают еще. Слюни летят. Я думаю, блин, я тогда, помните, конфету только ела. С бассейна вышла. И один раз этот рулет откусывала, ела. Ну, воду запивала. Тогда мне сказали, вот, чавкаешь, противно смотреть. Я думаю, блин, оказывается, люди не видели еще остальных блогеров. Блогеров, тиктокеров. Я, конечно, друзья, не в культурном шоке, а в диком ужасе. Что только люди не выкладывают. И вот эта вот пожилая женщина, которая без зубов, полная, на улице ходит, снимает, и этот банан очищает. И вот недвусмысленно банан вот это ест. И говорит, ой, я люблю поесть, пососать. ой, 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 ой. Друзья, я вообще не то, что в шоке. Я в диком ужасе. недвусмысленно прямо такие движения делает. И там вот эта ее обзорщица говорила, что вот эта блогер, даже не знаю, как ее зовут, не смотрела, что она говорит, откровенно рассказывает. короче, на интимные вещи разговаривает, откровенно что-то показывает. Я только про банан посмотрела, друзья. Вот такой, знаете, не то, что неприятный осадок, а, знаете, аж подташнивать стала. Я еще куда-то как-то могу понять, когда, допустим, молодые парни там какие-то такой-то поснимают, да, и то. А тут пожилая женщина, не то, что взрослая, пожилая, пожилая, я тоже пожилая, но там она причем на камеру показывает свой беззубый рот. Вот здесь где-то зуб, вот здесь где-то зуб. Здесь зубов нету своих, ну, никаких зубов нету. Здесь сверху нету. И показывает короткий шорт, там, Лёка, что ли, Лёка называет. Приехал мой друг Лёка, блогер. Посмотрел, у него тоже мало подписчиков. И вот он на крутом джипе приезжает, она там в своей хибаре, по-другому не скажешь, в хибаре там накрыла стол, это, говорит, вот колбасу сыр копченая, Лёка, 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 не Лёка, Лёка привез. Там яйца отварила, она почистила, там, дайте, белок, есть, знаете, какого-то, бывает, когда яйца плохо чистятся, кусками, шматками на столе, в чашке лежит. сейчас будем праздновать, потом, смотрю, вот, делают видео, вот, у Андрея Малахова на одной передаче там девушка одна пела песню про Россию, матушка, земля, там, что-то, ну, какое-то такое, и вот на эту тему многие для кого-то Русь, для кого-то матушка Русь, для кого-то, для кого занозонька, поняли, да, видели там по Ютубу, вот у некоторых девчонок красиво получается, они вначале без макияжа, вот так стоят, допустим, поют, рот открывают под песню, а потом раз, вот так вот, и там уже красивый макияж, и одежды разные, ну, красиво, с одной стороны, а с другой стороны уже смотришь, а некоторые прямо ни о чем под эту песню, потом какая-то песня есть, хочешь, оденусь лисичкой, или же, или личной медсестричкой, или избавлю от стресса, там какая-то песня, ну, даже не запоминается, и вот там тоже многие люди, вот некоторые прям красиво, и макияж делают, и вот оденусь лисичкой, там под лисичку, там под, а, и как стюардесса, избавлюсь от стресса, и вот некоторые прям хорошо показывают одежду там под ролик, но у некоторых смотришь, блин, я не говорю, я сама не эталон, ну, допустим, есть девчонки, такие молодые девчонки, ни фигуры нету, здесь так, здесь так, еще какая-то одежда, и вот это все, еще поворачиваются, попу показывают, там это, грех осуждать, кстати, другие, сегодня по католической, по католическому, католическом пасха, да, у кого, кто католики, поздравляю вас с пасхой, проезжай давай, родной, давай, у кого по католической вере празднуют с пасхой, потому что я знаю о, по христианскому календарю, по-моему, тогда в мае, в мае или в апреле, пасха, в любом случае, сейчас у, у мусульман, у роза, у христиан, у католиков, наверное, сейчас пост, видите, как рядышком все идет, все, другие, буду отключать, здесь, на борту, повернула, здесь тоже, этот, экстремальное вождение, поэтому не буду вас каждый раз трясти, здесь еще кусками асфальт есть, а там дальше, дык-дык-дык-дык-дык будет, давайте, после бассейна, может, включусь, о, лицо красное, хоть прикуривай, ну, что-то я не парилась, вроде, а, вот, на свет, волос, маленько подсушила, другие, сейчас надену эту, как ее, толстовку, вот так вот, и до машины, сейчас, мы начинаем, об этом. вот так вот, как я. Продолжение следует...